Уже месяц вокруг Одессы работают карантинные посты. Появились они по распоряжению обл. администрации. Тогда прогнозировали стремительный рост заболевших, а закрытие города называли вполне вероятным сценарием. На постах вместе с силовиками должны были дежурить медики для контроля и выявления потенциальных больных COVID-19. Месяц прошел, но планы так и остались планами. Почему, выяснял наш корреспондент Юлиан Аксенов. Ровно месяц назад распоряжением обл. гос. администрации вокруг Одессы стали появляться блокпосты. Тогда еще просили их так не называть, а уточняли, что это карантинные посты. Подразумевалось, что службу на них будут совместно нести патрульная полиция, национальная гвардия, а главное медики. От них требовалось выявлять пассажиров, водителей с явными признаками коронавирусной инфекции, собирать информацию и рекомендовать этим людям, как же действовать дальше. Спустя месяц блокпосты так и не получили распоряжение, как же им нести службу дальше. Более того, часть из них даже убрали, как получилось с блокпостом на выезде в Стаирово в сторону Черноморска. Мы находимся на блокпосту в районе седьмого километра. Ранее здесь несли службу национальная гвардия и патрульная полиция. Сейчас остались только последние. Полицейские никаких карантинных мер не предпринимают, работают на профилактику. Останавливают транспорт только в случае нарушения правил дорожного движения. Наиболее популярной причиной остановки здесь является непристегнутый ремень или невключенный ближний свет. Напомню, это правило будет действовать до 1 мая. Никаких изменений не происходит на посту в районе двух столбов. Он месяц как усилен бойцами национальной гвардии. Там есть палатка для их пребывания. Однако, как и на других постах, никаких противовирусных мероприятий не происходит. Полиция работает на предупреждение и выявление нарушений правил дорожного движения. Ведется служба в профилактическом режиме. Это спілкувание с водителями, попереджение и нагадывание. Также акцентуется внимание на автобусы и микроавтобусы, которые могут перевозить пассажиров. Это проверка документации, что до законности этих перевезений. Съявилась база, за которой могут переверить люди, которые должны быть на самоизоляции, которые имеют заболевание коронавирусной инфекцией. Также по базам могут переверить, чтобы эта людина соблюдала карантин, а не двигалась на автобусе куда-то. Нарушителей самоизоляции полиция может штрафовать, а затем отслеживать, находится ли человек дома. Для того, чтобы служба на карантинных постах ужесточилась, нужно специальное распоряжение. Однако, спустя месяц оно так и не появилось. Возможная причина относительно низкий уровень прироста заболевших в нашем регионе и постоянные разговоры о том, что карантин будет ослаблен.